привет значит мы на соревнованиях по вольной борьбе по спорте мир первая часть соревнований нас проходит в командном формате то есть ребята борются стенка на стенку потом вторая часть соревнований уже идут лично зачет на соревнования опять организация наша на высшем уровне поэтому нас идет все без заминок видите все спокойно сидят вождаются борьбой это праздник спорта мы устраиваем праздник конечно детям и родителям сейчас на ковре очень хорошая схватка идет значит команда москва из москвы с московской области из города химов борется с спортшколы номер два мальчик под красным трико 14 года борется с ребятами которые старше его почти на два на три года тренинг лично зайди почему потому что благодаря таким турнирам есть возможность надеть свой костюм всем привет мы находимся на командном первенстве клуба и на борт по спорт настроение хорошо но на самом деле переживал очень сильно переживал поздно лег вчера вот ковры стелили укладывали все мне задали вопрос и я на них ответил благодаря тому что когда-то давно мы познакомились саши мы познакомились когда-то давно я совершенно перестал бояться камеру и спокойно могу отвечать на вопросы и работать в кадре поэтому саша спасибо тебе огромное благодаря нашим видео ломаю вот эту как это четвертая стена называть сюда когда камеру смотрим просто на телевидении это нет там не просто смотреть но даже снимался можете посмотреть есть одна моя кино работа не будет спойлерить не очень хороший а а а а а а а Ну что вам еще рассказать? Что было на атаку? Ну, слышите, приехали журналисты, да, канал Санкт-Петербург. Достаточно известно, я рассказал про вольную борьбу, немножко кусочек о том, что развитие она имеет благодаря сбешенными детоборствам. Условно, нам, как клубу, очень приятно и всем вот ребятам, где, Славе, Федору, Верну, всей нашей команде, всем приятно, что нас наконец-то замечают, замечают нашу работу и оценивают ее присутствие в тех же самых каналах телевизионных, тех же самых почетных гостей, которые сегодня на турнире будут. Наши соревнования настолько серьезные, что тренерский состав у нас выходит уже как на хоккей в костюмах. Потому что вы можете выглядеть, синяя команда представителей, видите, в костюме, красная тоже самое, так что растем, растем, ребята. Спортивный костюм это уже не то прошлое. Борцы в костюме. Конечно. Борьба, кстати, в костюмах у нас на канале есть, можете видос посмотреть, очень интересный. В другом ковре уже ребята, которые, уже можно сказать, спорт высоких достижений, которые занимаются по пять лет и неплохо уже выступают на соревнованиях. Так, хочу рассказать вам про красного борца. Это Никита Круглов, это ученик наш, который пришел к нам Дмитрий Игоревичем уже с самого первого года. Это самый древний наш аксакал спорта. Также, посмотри... Ох ты, блин, какой бросок, бросок через плечо четыре балла. Что охранять? Чего охранять? Весы. Охранять весы, чтобы никто их не напал на весы. Так, значит, сейчас у нас скоро начнется вторая часть соревнований, это взвешивание, процедура взвешивания. Ребята показывают свои документы, чтобы никто не боролся по чужому паспорту. Субтитры добавил DimaTorzok Все, прошла первая часть, закончилась. Значит, третье место. Кто у нас занял? О-спорт номер два. О-спорт номер два занял третье место. О-спорт номер один занял второе место. И чемпионом у нас стала команда из Москвы, Химки Альбаго, клуб Альбаго. Ну, слушай, неплохо. На самом деле, когда был финал, наша команда немножко подустала. И на финал, честно, вышли мы не на строну. И так мы могли одолеть москвичей, но не сегодня. Значит, есть к чему стремиться, поедем в Химки. Брать реванш. Ребята уже разминаются, наши бойцы молодцы. И скоро начнутся уже тоже, начнется борьба. Ребята постарше. Ребята постарше, да. Там борется у нас Глазков Егор. Аксакал нашего клуба, где он там есть. Подожди, малеха, сейчас поговорим. Две, пять сек, завершим первую часть. Ну что, я главный судья. Я решил, что первая часть соревнований будет чистое время. Два по две. А сейчас у нас вторая часть. И будет два периода по две минуты грязного времени. Знаете, почему? Потому что я так решил. Вот так вот. К сожалению, это его выбор. Ты просто не справляешься с нагрузкой и агрессию вмещаешь на мне. Федор Алексеевич решает один. А у нас коллективная. Мы же команда, правильно? Поэтому, пожалуйста, накрывайся, Федор Алексеевич, купайся. Я тебе не... Вот. Я даже костюм не одеваю. Вот. Я просто футболки тренировочные грязные. Первая часть прошла вообще просто на 10 с плюсом. На 11. На 11 с 5. В общем, проблема, я знаю. Ребята, мы, короче, второе место забили. Да, блин. Это проблема, да? 9-10. Ну, блин. Так, если вы заметили, то у нас появились. Есть новые ковры. Мы приобрели себе теперь покрышки. У нас есть два полноценных ковра. И спасибо огромное родителям наших учеников, которые поддержали нас в этот момент. Давно опять ролики выходили, видео, потому что мы с Дмитрием не можем выбрать время найти, чтобы снять новые видосы. Но Дима уже готов заряжаться на обучающие видео, так что скоро увидите. Наверное, это 6 ковров на какой-нибудь большой арене. Тинькофф арену не беру. Хочу больше. Чтобы это было с грандиозным парадом, чтобы это было с выступлениями коллективов, музыкальных, с музыкальными паузами. Второй день с финалами отдельными, когда там... Вот мы когда со Славой в Эстонию на соревнованиях ездили, второй день был, выходили просто, как вот эти бойцы ММА выходят. Вот я хочу, чтобы дети так же вот это все чувствовали. Не мешает нам общаться? Хочешь, я отключу розетку сейчас? Хочется провести пляжную борьбу хорошую, потому что взрослую. Взрослую, детскую. Интересно, это солнце, позитив, там море. Ну, на море, да, я бы хотел провести на море по турниру. Где-нибудь в Турцию. Вывезли бы у всех в Турцию. В какой-нибудь хороший бы отель. Вот, и там на борьбе устроили бы... Ой, на песке устроили бы борьбу пляжную. Было бы очень классно. Потом еще на 2-3 дня остались, там отдохнули бы. Вот, наверное, так. Немножко пообщаемся с ребятами, да? Так, это Глазков Егор. Он у нас боролся. Первую встречу, к сожалению, проиграл. Но Егор не был на ковре. Сколько он уже не боролся на соревнованиях-то? Четыре года. Четыре года не выступал. И это просто возвращение в большой спортивный путь, да? Да. Ну, я надеюсь. Игорь Свистак сформировал плечо. Не борется студент. Это все жизнь его, да? Студенческая мучает. И Игорь. Ой, Игорь. И Виктор. И Виктор по кличке Игорь. Скажи, что это хорошее. Ну, хорошее будет тогда, когда Егор выиграет. А пока что ничего хорошего. А вот Артем подошел. Артем Круглов. На Спарта-Яде 3-е место занял ты? На мир ездил, на галактику. Сейчас он вам расскажет, как здесь у нас дела. Дела здесь хорошо идут. Ребята показывают достойную борьбу. Проявляют характер. И сама организация турнира очень хорошая. Мне, в принципе, все очень нравится. Достойные призы кубки. Вообще шикарные. Если бы я боролся, я бы очень хотел их забрать. Расскажи про турнир. Про сам... О, есть жвачку у тебя? Ну, и все. Блин. Три-четыре. Погнали. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Вам не сложно, а нам полезно. На связи Вячеславчик. Казмик и Вячеславчик, да. Да ничего, классные соревнования получились. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Все как обычно. Всем спорт, всем Оспорт. До новых встреч.